Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире новости Первоуральска. В студии Светлана Вахмянина и Вера Иванищева. В этом праздничном выпуске мы вместе с Верой и корреспондентами телекомпании Первоуральск подведем итоги уходящего 2022 года. Вспомним, какие значимые и радостные события произошли в городе за прошедшие 12 месяцев. А помогут нам в этом наши коллеги. И первым к нам в студию пришел Виталий Мотин. Виталий, привет! Каким этот год был для тебя? Привет! Я для себя его описываю названием фильма «Интерстеллар». Непонятно, но очень интересно. Да, действительно, очень интересно. Нам очень интересно, о чем будет твой итоговый сюжет. Я вот, кстати, какую штуку заметил. Символом 2022-го был тигр, но, кажется, Первоуральск выбрал для себя другое тотемное животное. Какое? Весь год город напоминал большой пчелиный улей или, к примеру, муравейник. Везде что-то строили, обновляли, улучшали. И, одним словом, город преображался. Предлагаю вспомнить, как это было. За 2022 год в Первоуральске обновили больше 10 километров дорог. Масштабные работы развернулись, к примеру, на Ватутино. Новый асфальт уложили от улицы Ленина до кинотеатра «Восход». Не менее долгожданным для водителей событием стал ремонт дорог на улицах Чкалова и Трубников. Очень радует, что городом начали заниматься. Хоть и некоторые трудности создают, что перекопан весь город, но очень радует. Хотелось бы, чтобы просто это было как-то побыстрее. Обновили дорожное полотно и на Советской, Комсомольской, Попанинцев, Малышева, Володарского и на улице Талица. Вместе с большинством проезжих частей преобразились и тротуары. На финансирование этих проектов из городского бюджета было выделено более 300 миллионов рублей. Одним из самых ярких преображений уходящего года стало продолжение масштабной реконструкции проспекта Ильича. Отремонтировали оставшийся участок проезжей части от улицы Фискультурников до проспекта Космонавтов. Там не только заменили асфальт, но и оборудовали новые парковочные карманы и тротуары. Параллельно велись работы и на пешеходной зоне проспекта Ильича. Ширина аллеи увеличилась до 30 метров, появились велосипедная дорожка, новые столбы освещения, цветочные клумбы, качели и детская игровая площадка – оригинальные арт-объекты. Серьезные изменения произошли и на площади Победы. По периметру светомузыкального фонтана появились деревянный настил и фотозона, длинные современные скамейки, а неподалеку – игровая площадка. С торца ДК Первоуральска оборудовали зону отдыха в виде амфитеатра. В 2022-м в Первоуральске продолжилось внедрение системы умного освещения. На данный момент наш город является лидером в регионе по количеству установленных инновационных фонарей. Сейчас их больше 9 тысяч. В этом году современные прожекторы установили на улице Ватутина, Папанинцев, Лесная в деревне Черемша и на улице Чусовская в деревне Извезная. Если у нас, например, в ночь движение когда уменьшается, вот эта система позволяет отключать одну или две фазы управления. То есть опора начинает светиться через одну опору, через две опоры. То есть интенсивность освещения уменьшается, она присутствует, но уменьшается. За счет этого также идет экономия электрической энергии. В новом свете теперь и спортивная достопримечательность Первоуральска. Стадион «Уральский трубник», который был построен в середине прошлого века. Старые колонны разобрали, усилили и восстановили в прежнем виде. Отреставрировали и исторические секции забора. Также отремонтировали здания КАЗ. Все сооружения покрасили в цвета хоккейной команды – красно-белые. И обновили вывеску. Прежде чем ввязаться в этот проект, мы для себя четко оконтурили цель – сохранить архитектурный вид этого объекта. Еще один ремонт прошел в театре «Драмы Вариант». Там обновили фасад здания, заменили кровлю, окна и почти все двери. Частично покрасили стены. Здание построено почти сто лет назад в стиле конструктивизма и имеет все шансы пополнить список памятников архитектуры в Первоуральске. В 2023 году преобразится и территория рядом с театром. По итогам голосования за объекты благоустройства в парке на Хромбике пройдет реконструкция. Виталий Модин. Новости. Итоги года.